Всем привет, дорогие подписчики, и добро пожаловать в Кристиан Лэнда. Сегодня у нас очередная гиковская закупка. Итак, что я купил? Первое, это, конечно же, лего. Как я уже сказал, вот такой пакетик лего. Там у нас три штучки кое-какие, надеюсь... Ну, мне кажется, вы уже догадались. Вот, может, посмотрите, вы уже догадались. Сейчас тоже посмотрим. И вот такая вот коробочка с фигурками Фанка. Там много фигурок Фанка, там Мистери Минис кое-какие, о которых я говорил, которые я обещал заказать. Вот, я все заказал, мне все пришло, так что сейчас посмотрим. Сначала посмотрим лего, а потом посмотрим самое интересное, это Фанка. Ну, лично для меня лего, это, конечно, тоже круто, но Фанка... Это вообще... Погнали! Итак, что у нас в этом чудесном пакетике? Погнали! Брикхедс Гамора по войне бесконечности. К сожалению, он нашел только Гамору, я не нашел Питера Куилла. Я хотел еще Питера Куилла к ним в пару, как бы. Но ничего страшного, у нее еще есть одна парочка. Это ее добрый папа Танос. Вот такой вот Танос шикарнейший взводит. С перчаткой бесконечности, это вообще супер. Вот. Напишите в комментариях, как быстро вы хотите увидеть на эти великолепные Брикхедс наборы обзора, потому что, блин, я отсюда вижу, что это выглядит очень круто. Как видите, у меня есть четыре Брикхедс по, именно, получается, по Мстителям, по Марвел. Также у меня есть Брикхедс по Лиге Спередливости, там Чудо-женщина и Флэш, но Киборга и Бэтмена я не стал покупать. Также там вышел двойной набор Дупак. Тупак, точнее, Тупак. Ну, в общем, вы поняли меня. Там две фигурки Брикхедс, там у нас Бэтмен и Супермен. Не знаю, покупать ли этот набор или нет. Ну, классные фигурки, но вот сам фильм разочаровал. В общем, вот такой вот Танос, а то я уже перескакиваю на такие фильмы. С перчаткой бесконечности, обязательно посмотрим. И последнее, это, конечно же, Железный Человек, такой же по Войне Бесконечности. Шикарный, у меня уже есть один Железный Человек. Может, на него посмотреть я немножко запылился, потому что нет времени убирать пыль. Вот так он выглядит, шикарно. На него есть обзор на канале, обязательно найдете, если напишите Брикхедс. Там точно будет. У меня теперь есть еще один Железный Человек, только уже с другим костюмом по Войне Бесконечности. В общем, вот такие вот у меня наборчики Лего я прикупил себе. А также я прикупил еще один набор, но, к сожалению, он у меня не здесь, не дома. То есть он там на квартире. Вот. Там у меня набор Speed из серии Speed, по-моему, или Champions. В общем, из какой-то из этой серии. Там у меня машина маленькая Bugatti. Это я папе подарок купил. Тоже крутой набор. Кстати, советую, он очень классный. Он 1500 рублей, правда, стоит. Это на самом деле дорого. В общем, вот такая вот Лего. Идем к Фанко. Итак, погнали смотреть Фанко, потому что там много всего интересного. И вообще... Аааа, этот ролик... По Войне Бесконечности, я его так и назову. Гиковская посылка по Войне Бесконечности. Гиковская закупка по Войне Бесконечности. Итак, погнали. Что у меня в этой замечательной коробке? Это... Мистери Мини, с которой я совсем скоро уже распакую на канале. Так что ставьте лайки, обязательно ждите. Это же Мистери Минис от Фанко. Блин, тут такая крутая серия. Тут такие... Вообще, я буду рад каждому из них. Вот честное слово, главное, чтобы не было повторок, я очень хочу паучка, можете посмотреть на всю серию, очень хочу паучка, железного человека, Тора шикарнейшего хотелось бы, вот, Халка крутого, а то Халка Фанк у меня вообще ни одной фигурки нет, вот, так что вот такая вот серия Мистери Миниш шикарнейшая, обязательно скоро посмотрим, ждите. Ну и еще 4 коробочки, то есть всего 5 коробочек, обязательно все разом распакуем на канале, очень будет интересно, кто же мне попадется, блин, я прям сегодня хочу записать это видео, но не знаю, если успею. В общем, вот такие вот Мистери Миниш по Войне и Бесконечности, всего у меня 5 штук, так что обязательно посмотрим, ждите на канале, вот прям скоро-скоро будет, мне самому не терпится открыть, потому что с тех пор, как я начал вести канал, мне приходится открывать все на видео, и это очень долго ждать, вот, так что есть стимул побыстрее снять видос вот с этими красавчиками, идем дальше. И последняя штука на сегодня по Войне и Бесконечности, и вообще последняя в этом видео, это вот такой вот шикарный халкбастер, 6-дюймовый, огромный халкбастер по Войне и Бесконечности. Что может быть лучше, правда он с ним немножко открывается, наверное не помещается в коробку, но вот можете посмотреть всю серию. Кстати, на данный момент проходит параллельно 2 марафона по фигуркам Фанка, я их правда выпускаю, то есть видео, период выпуска видео очень длинный, там недели, может быть даже 2. Ну, потому что у меня сейчас нет времени, экзамены и так далее, так что, вот, у меня там еще и Вижен есть, и Танос, так что все, посмотрим еще по Войне и Бесконечности, обязательно ждите на канале. Можете еще посмотреть всю серию, и такой шикарный халкбастер, конечно же, будет обзор на канале, сравним с еще одной 6-дюймовой фигуркой Халка. Это вообще крутяк, есть чем сравнить, это очень круто. В общем, вот такой халкбастер по Войне и Бесконечности. Итак, на этом у меня все, на самом деле видео получилось очень насыщенным, кстати, тут немножко мистер-минис открыто, но я думаю, фигурка тут не пропала. Посмотрели много всего классного по Лего, по Фанка, по Войне и Бесконечности, вообще, я только сейчас понял, что можно назвать это ролик по Войне и Бесконечности, потому что здесь все по Войне и Бесконечности. И Лего по Войне и Бесконечности, и Фанка, и так далее. Так что ролик получился довольно-таки в тему, надеюсь, вы еще не забыли Войну Бесконечности, потому что Мстители обидятся на вас. Итак, большое вам спасибо, что смотрели это видео до конца, если оно вам понравилось, обязательно оставляйте комментарии, что хотите быстрее увидеть на канале, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все, еще раз всем спасибо, всем удачи, всем пока, возвращайтесь в Кристиан Ленд, скоро будет просто мега всего нового, новые проекты и так далее, так что не пропустите, буду вам рад и вашей поддержке. Пока-пока.